Сотрудников в развилковском филиале Центра социального обслуживания «Вера» немного, всего 9 человек, плюс несколько приглашенных специалистов. По мнению руководителя заведения Владимира Панова, за прошедшее со дня основания Центра «Время» удалось сделать немало. За эти три года установился устойчивый профессиональный коллектив. Нам помогают хорошо спонсоры. Мы оборудовали все помещения, комнаты. У нас современная хорошая аппаратура. Оборудование здесь действительно уникальное. Например, эти приборы позволяют тренировать дыхание. Дыхание горным воздухом. Это аппарат, который вырабатывает такую газовую смесь с пониженным содержанием кислорода. А тот аппарат – это концентратор кислорода, который вырабатывает 95% кислорода. Оксигенотерапия, гипокситерапия. Заходя в сенсорную комнату, словно попадаешь в сказочный мир. Здесь сделано все, чтобы ребенок мог и расслабиться, и при этом заняться творчеством. Это комната, в которой ребенок может получить много разных ощущений. Вот сенсорика, да, это ощущение. И она, в принципе, на любой возраст и на любое состояние. Даже с этими кубиками ребенок, который с трудом может что-нибудь строить, что-нибудь все-таки может построить. Чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья почувствовали себя успешными – вот главная задача специалистов Центра Вера. Социальная реабилитация происходит и адаптация в окружающем мире через участие во всероссийских конкурсах поделок рисунков, в областных, в региональных. И вот эти дипломы, сертификаты, благодарственные письма, они подтверждают участие наших ребят. В логопедическом кабинете тишина и покой. Вниманием ребенка управляет преподаватель. Один, два, три. Сколько? Три. Молодец. А кто у нас катается на машинке? Тигр и медведь. А в физкультурном зале, напротив, неудержимое веселье. Причем вместе с детьми занимаются и взрослые. Работать с нарушениями двигательного аппарата – нелегкая задача. Зависит все от ребенка, все от родителей. Если родитель желание имеет, прежде всего, да, он водит ребенка каждый день и занимается с ним каждый день. Помимо традиционных занятий по реабилитации, внедряют в Центре Веры и довольно экзотичные методики. Главное, чтобы детям нравилось. Здесь вы видите поделки наших ребят, которые занимаются бусиной, бусинотерапия. Вот они уже целый год занимались, участвовали в конкурсах, тоже сертификаты. Здесь занимаются и родители, то есть родители и бабушки, и дети одновременно со специалистом-педагогом, который к нам приходит. Какой реабилитационный центр без кабинета массажа? Причем услугами массажиста пользуются не только дети с ограниченными возможностями здоровья. Как свидетельствует статистика, массаж необходим практически каждому ребенку. Много нарушений осанки, больше, чем раньше было, потому что их и в школе не учат правильно сидеть, и, в общем, родители мало внимания уделяют. Сеанс длится 15-20 минут. Ну, делаем курсом 10, потом перерыв месяца 3, потом снова 10. Елена Глашнева с мужем привела в центр двух сыновей. И пока папа с одним из детей осматриваются, мама заполняет необходимые документы. Узнала от друзей, которые ходят сюда. Что хвалят, что говорят? Хвалят, потому что здесь и занимаются, и детям очень нравится. Как вот пришли попробовать. С начала года здесь уже смогли поправить свое здоровье более 180 детей, причем не только с ограниченными возможностями здоровья. Очень много детей с плоскостопием, с нарушениями осанки. Просто часто болеющие дети. У нас в итоге получается примерно 70% это часто болеющие дети, вот с различными такими нарушениями, которым требуется комплексная реабилитация. И процентов 30 это дети инвалиды, детский церебральный паралич, дети с аутистическими расстройствами, дети так называемый синдром дефицита внимания. За ежедневными заботами три года пролетели незаметно. В планах развилковского центра «Вера» получение лицензии на дополнительное образование, чтобы можно было привлекать еще больше специалистов и внедрять различные учебные программы. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ.